А скажи, пожалуйста, а что случилось потом с Чанкиным? Почему он дальше иначе не занимался, как бы, аэрбрессингом? Потом, ну да, такая судьба у него пошла. Хоть и в спорте оставался, у него был открыт собственный зал на Русаковский, дом 8, Ольховка, где мы с ним работали вместе. Я, допустим, возглавлял после смерти Павла Васильевича. Я ему пообещал, что я его делать буду продолжать. Так и продолжаю в детском иностранном школе Олимпик. Вот. И второй клуб у нас был, как раз это его клуб был, Виктора Кузьмича, Ольховка называется. Вот. Они в центральном округе работали. Потом случилось таким окном, что, как бы, наши дороги просто разошлись, и он потерял тот зал, где тренировался на Русаковский, дом 8, в Москве. И после этого, говорят, в Южном округе, но тем не менее, я не знаю точно, где-то то ли на Беляево, то ли где-то еще. Так Горис Залыченко открыл себе. Но то, что он спортивной жизнью занимается и развивает, это да, потому что он этим жил. Нет, и где-то разговар о том, что он был один из первых, который армрестинг именно накультивировал. Вот, честно сказать, он ушел очень быстро. Он привел, показал, рассказал и потерялся. И где-то в 2004-м или 2003-м году, я сейчас точно не могу вспомнить, я все-таки его пролег к этому виду спорта. Он тоже начал свое левто вносить. И последний, по-моему, четвертый год, четыре года тому назад, я его видел в окружении Игоря Геннадьевича Ахмедшина. Вроде они хотели что-то вместе то же самое замутить сделать, для того, чтобы этот вид свод он дальше продвигал. Завьялов был с ним и еще один человек, вот, который, вот, именно три человека, которые вот именно этим видом спорта занялись в Советском Союзе. То есть он? Завьялов и третью фамилию я сейчас не помню, я его как бы на лицо помню, а вот сказать не могу сейчас по нему ничего. Со слов Игоря Геннадьевича, одним из начинателей тоже армрестинга был Игорь Галактионов. Я его помню, Игоря Галактионова, но вот с ним третьим человеком не Галактионов был. То есть как это произошло, что вот приехали американцы, как вот это вообще, как вот это началось? Нет, нет, было предложение, было предложение о том, что раньше Шайкин работал гостренером в русском спорте. Не Росом, она советского спорта называлась. Вот, от того, что у него тяжелая атлетика и схожая борьба силовая была, но он же еще и занимался параллельно гиревым спортом. По-моему, еще жемлежа и так дальше тоже к этому проходил. Ну, это потом уже переросло, после того, когда закончилось все это. И в спорте, когда вот эту новую идею предложили, о том, что надо матчевую встречу между Советским Союзом и американцами устроить в этом виде спорта, кто за нее возьмется? Многие отказались, потому что новый вид спорта, а не знаешь, а вдруг не пойдет? И вот за него взялся этот человек. Он из тех людей, которые вот эту вспышку могут показать хорошо. У них это получается. У них это получилось. С галактенного.